МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просто руки вот так трясутся, потому что уже все, денег нет, все это достало, надо детей кормить. И скрылся в леса. Человек такие поступки совершает, мне кажется, в глубоком отчаянии. За его поимку назначили награду в 300 тысяч рублей. Мне важнее, чтобы мои дети были, как бы, знали, что их отец не приступил. И пустили по следу несколько сотен человек. Вот здесь вот он лежал, такое отключенное, поза такая неудобная. Я подумал, что труб. Как он смог совершить такое дерзкое ограбление? Где он скрывался? Кто ему помогал? И почему он вообще на это решился? А главное, где его пропавшие миллионы? Эти вопросы до сих пор были без ответа. Но сегодня, спустя год после ограбления, Александр Шурман впервые решил рассказать правду. Сенсационные подробности самого скандального ограбления в истории современной России. Утро 25 июня 2009 года. Стационарный пост ГАИ на выезде из Перми. Мимо проносится инкассаторский пронимик. Стоявший на обочине милиционер даже не посмотрел в сторону спецмашины. Поэтому он не мог видеть то, что происходило внутри салона автомобиля. Там инкассатор Александр Шурман держал под прицелом автомата своих коллег. Ограбление века произошло. Голову, слово парня. Взял автомат, все сказал, поехали. За несколько минут до этого бригада инкассаторов получила в расчетно-кассовом центре Сбербанка огромную сумму денег. В пяти мешках находилось 250 миллионов рублей. После погрузки в машину Шурман достал из держателей автомат, вздернул затвор и закричал на коллег. У меня, говорит, спид нашли, у меня жить вроде недолго осталось. Я, говорит, короче, сейчас это самое, бабло заберу. Что был нормальный, четкий ответ. Саша, не тупи, я говорю, поехали, старик. Нас ждут, взял автомат, передернул затвор. Он направил на нас автомат, забрал оружие, и мы поехали в сторону Камского моста. Как только броневик проехал мост через реку Кама, Шурман приказал водителю свернуть в сосновый борт. Со своими коллегами, значит, пытался как-то решить это все полюбовно. Типа, вы со мной, ребята, либо не со мной. Все сказали, что нам не по пути. Подъехал ваш участник, туда были перегружены деньги. В машину ВАЗ-2109. Шурман запер своих коллег в опустевшем денежном хранилище, прикрыл картоном бойницу, выбросил служебное оружие и исчез. Через 15 минут на месте происшествия уже работали оперативные сотрудники. Милиционерам сразу же повезло. Кто-то из прохожих видел, как из леса выезжала белая девятка. Тут же был объявлен план перехвата. Ориентировали все наши посты ГАИ, значит, охрану общественного порядка, с тем, чтобы не дать ему выехать за пределы края, и, соответственно, найти, может быть, и в самой Перми. В здании ГУВД организовывают оперативный штаб по поимке грабителя. В течение пяти дней он будет работать круглосуточно. Понимали, что если есть сообщники, может быть, он уже и убит, а деньги, он всего лишь подставное, так лицо, как говорится, да, кого взяли с собой, а затем убили, и тогда связь бы обрывалась. С каждой секундой шансы найти Шурмана живым тают на глазах. Вся милиция края поставлена в ружье. Ищут белую девятку. После 12-часового допроса под подписку о невыезде отпускают пострадавших инкассаторов Валерия Еловикова и Сергея Баландина. Понятно, что мы с самого начала подозревали какой-то сговор, может быть, даже какой-то временной такой провал. Специально был сделан час-два, чтобы дать возможность Шурману скрыться. Непосредственно после совершения, естественно, то есть они очень плотно отрабатывались оперативными службами, то есть буквально работали с ними чуть ли не круглую сутку. Оперативники полагали, если коллеги Шурмана имеют отношение к ограблению, он обязательно на них выйдет. Ведь Сергей Баландин дружил с Шурманом уже 16 лет. Они вместе начинали в частном охранном предприятии в 90-е. Вместе же пришли в созданную 15 лет назад инкассаторскую службу. За эти годы они стали людьми, которым руководство банка безгранично доверяло. В Перми продолжаются поиски инкассатора, похитившего 250 миллионов рублей. Сенсационная новость об ограблении века, совершенном в Перми, в мгновение облетела всю страну. В одночасье Александр Шурман стал звездой новостей. В интернет-дневниках блогеры писали «Беги, Шурман, беги!». К поиску преступника подключаются и жители города. Ведь за информацию о местонахождении инкассатора-миллионера власти обещают вознаграждение – 10 тысяч долларов. Нормальный чувак вообще замутил. Провернул такую сделку. Ну так-то в принципе он нормально сделан. Сторону так это кинул. Жалко просто человеку. Но видимо так сложилась ситуация, что он просто вынужден был это сделать. Человек такие поступки совершает, мне кажется, в глубоком отчаянии. В 400 километрах на север от Перми – непроходимые леса и болота. На сотни километров ни одной живой души. Здесь расположен объект номер 13 – колония строгого режима. Александр Шурман – местная знаменитость. Грабитель века. Для чего я взял автомат? Потому что это огромного медведя, который в кое-в десятку финансовых лидеров мировых. С рогатиной не поешь. Надо автомат, надо какой-то ажиотаж, надо что-то большое делать. Спустя год после ограбления Александр Шурман решил впервые рассказать правду. Почему он пошел на преступление? Руки вот так трясутся. Потому что уже все. Денег нету, все это достало. Надо детей кормить, надо их там на юг отправлять. Жить по-нормальному. Потому что человек как, сколько ты не работаешь, а зарплата наша не растет. Раз появилось, где денег взять, они вот лежат. Два может появиться, вот они деньги. Три. А потом просто эта мысль, она может тебя съесть. Между прочим, по инструкции, сумма от 100 миллионов рублей инкассаторы должны перевозить только с машины сопровождения. Но это условие в банке не выполнялось уже несколько лет. Оказывается, что у них нет, данные машины не отслеживаются, то есть никакого контроля за работой бригад, по сути дела, не осуществляется. И вот такая вот бесхозяйственность, грубо говоря, при перевале к такому полученному результату. У нас 250 миллионов, это не самая большая сумма, которую мы одной автомобилем перевозим. Мы перевозили и по полмиллиарда, и больше. Ну это как бы так, тайно, да? Для нас, для всех. И это не распространяется. Шурман не выдержал искушения. Тем более, что за 15 лет он не заработал ни на квартиру, ни даже на приличный автомобиль. Сначала было все же нормально, когда организация, все дела, все, нам платили хорошо. Мы, правда, дома не ночевали, ну, грубо говоря, даже без выходных работали каждый день, и зарплата оттуда и шла. А потом потихоньку, потихоньку я понял, что из элитного подразделения инкассации нас стали называть инкассаторские быдла. По словам Шурмана, несколько лет назад банк предложил сотрудникам кредиты под очень выгодные 9%, что называется, для своих. Но с одной оговоркой. В случае увольнения процентная ставка по кредиту повышалась в два раза. Ну, как зачем брал? Семья, дети. Надо же как-то расти, развиваться. Соответственно, без кредита квартиры я не могу себе позволить. Получается, Сбербанк держит всех на коротком поводке сотрудников, выдавая кредиты льготные, а потом при увольнении рассматривает эти кредиты на общих основаниях. Два года назад ситуация в банке резко изменилась. Инкассаторам сократили зарплату. Теперь ее едва хватало на погашение кредита. А ведь надо еще на что-то жить. Как что бесило, да? Уровень инфляции растет, зарплата почему-то понижается. Я кредит брал под одну зарплату, а она у меня снизила. У меня утром банк, вечером домой. Утром банк, вечером домой. Я не успевал ничего понять. Я был как, на самом деле, грязный Бербанк, рабовладельская организация. Так и получается, что я не понимал уже. Я просто работал и ничего не получал. Вот сколько зарабатывал, это я отдавал кредит и оставался без денег. Я опять ходил и опять работал, чтобы отдать этот же кредит. Инкассаторы отправляли письмо за письмом руководству банка с жалобами на свое положение. Безрезультатно. Ну и нас вызвали, инициативная группа пришла. Я не пошел, я уже знал, что там ничего хорошего не было. Ребята пять минут посидели, с красными лицами пришли, и у них говорят мне, Саша, у нас сейчас такая классовая ненависть появилась. Такого выдержать нельзя, когда такое отношение к тебе. Недовольство как бы росло коллективу. Были такие мысли, что так же как бы предупредить руководство о забастовке, да, чтобы был пересмотр заработной платы. И это самое. Просто сесть и не ехать на маршрут. Шурман признается, после этого все инкассаторы работали спустя рукава. 25 июня 2009 года Шурман опоздал на службу на 20 минут. Ему тут же донесли последнюю новость. Всех лишили премии. Я захожу в отдел, там просто кричат все, вот где-то оперативка эта идет, и все просто кричат, что здесь такое, как-то премию не будет, на чем мы будем жить. Что вы творите? Вот когда мы такие деньги возим, и денег нет, это как бы одно другому препятствует. И вот я как бы получил эти деньги и сорвался просто, и все вот. Неужели все так просто? Или Шурман оправдывает себя, прикидываясь сирым и убогим? И где же все-таки бесследно пропавшие миллионы? Мы это выяснили. 25 июня 2009-го. Вот здесь, в условленном месте, инкассаторский броневик ждала белая девятка. За рулем школьный товарищ Шурмана Дмитрий Худяков. Отъехав несколько километров, Шурман дал команду остановиться на обочине. С паров-мешок грабитель достал из него 10 миллионов рублей. Посетал шестой стол по перекрестке, с правой стороны, пятый, пятый, или шестой, пятый, по-моему. И где-то в метре от дороги бросил пачку денег. Набрал жене, сказал, объяснил ситуацию, как бы, приедьте, забери деньги. Как-то так, или деньги забери, или приедь, вот я тебе оставил подарок. Ну, что-то такое, сказал. Белая девятка остановилась у леса рядом с мичуринскими дачами. Там Шурман выгрузил деньги из багажника. Потом достал из вспоротого мешка толстую пачку банкнот и отдал их Дмитрию Худякову. Я не считал, грубо говоря, вот так вот пачка и все. Пачка, пачка, я же это не развивал, не распаковывал. Тут ясно, я ему отдаю деньги, как бы, и, как бы, он, глаза квадратные, как бы, ну, уже, как бы, он уже разрушил. Затем Шурман поволок деньги в лес к заранее приготовленному сфору. По сути, этот сфор уже, как бы, был, я только его так приглядел. Смотрю, вот, как бы, ну, что мы туда часто ездим, там очень много дач. Как-то просто раз я пошел вываливать мусор и смотрю, какая-то яба интересная. Вот и все, как бы, я знал, что она существует. Ночевать в лесу Александр не планировал. За два дня до ограбления он снял квартиру на улице Луначарского. Созвонившись с риэлтором, грабитель выехал навстречу с ним в город, чтобы забрать ключи. 24-го числа я попросил жену снять, есть ли у нее знакомые, которые могут снять квартиру. Она попыталась созвониться с, ну, с подругой, там, у которой может быть квартира. Квартира мне нужна была для того, чтобы я мог переезжать. Однако риэлтор с ключами от квартиры на место встречи не пришел. С полными карманами денег Шурман долго бродил по улицам Перми, обдумывая, что делать дальше. В это время, буквально в нескольких шагах от Шурмана, в оперативном штабе шла напряженная работа. Следственным органам до сих пор ничего не было известно о его судьбе. Жив он или нет? Единственная зацепка в руках патеров – белая девятка. Но и от нее преступники могли уже испариться. Единственная зацепка заключается в том, что с какой легкостью он завладел деньгами. Это просто в голове не укладывается, при том, что все-таки это Сбербанк, где должна безопасность быть на особом уровне. Они везли новые деньги. Номера не переписываются, не пересчитываются. Это мы узнавали в первые же часы. Потому что сразу, что пытались отработать, есть ли номера денег. Потому что если они пойдут уже в оборот, и начнется их сбыт массовый, можно ли это пресечь? Нет. С санкций ФСБ оперативники получили возможность прослушивать телефонные разговоры родственников и знакомых Шурмана. Важна была любая информация. За женой Шурмана, Еленой, была организована слежка. Был комплекс мероприятий направлен на его жену. Отслеживалось все передвижение, то есть переговоры телефонные. И непосредственно в результате этого уже было видно, что человек нервничает, поведение у него уже становится подозрительным. Оперативники понимали, Лена Шурман от них многое скрывает. Возможно, даже является соучастницей преступления. Но доказать ничего не могли. Через день после разбоя, 27 июня, Елену и ее отца Аркадия Салимжанова вытворили в камеру. Вскоре жена Шурмана созналась в том, что ей известно, где находится часть денег. По ее словам, значит, вывез на место, где он подготовил схрон предполагаемый, и сказал ей, что вот я здесь оставлю 10 миллионов рублей. Он ей объяснил, что, возможно, мне придется уехать, вот, значит, вот это деньги на решение всех проблем, которые будут возникать. По словам Лены, она сумела достать из тайника деньги и разделить их с отцом. Ему она дала миллион рублей, а себе оставила 9. С ней, значит, выехали, значит, изъяли первые 9 миллионов, значит, на станции сортировочной. На следующий день оперативников ждала новая удача. Просеивая круг знакомых и друзей Шурмана, сыщики вышли на Дмитрия Худякова, обладателя «Белой девятки». Худяков, он за соучастие в преступлении пообещал денежное вознаграждение в размере миллиона рублей. Худяков показал, что вот деньги мы оставили здесь, мы вскрыли схрон, денег за ним. Кольцо вокруг Шурмана постепенно сжималось. Оперативникам удалось несколько раз запилинговать мобильник грабителя. Понимали, что все равно мы найдем. Если жив, не уйдет, а, как говорится, раз выходит в эфир, значит, ну, включает телефон, значит, жив. И понимали, что мы все равно его найдем. Спецназовец Владимир Бояршинов 30 июня 2009 года в 9 утра, как обычно, заступил на дежурство. Через некоторое время все отделение подняли по тревоге. Шурмана вновь запилинговали. Нужно было ехать зачищать территорию. Когда подняли всех по тревоге, чтобы проводить эти поисковые мероприятия, я просто попросился, чтобы подменился к парню. Выстроившись цепью, на расстоянии 20 метров друг от друга, бойцы СОБРа стали прочесывать лес. Там вот как бы думаешь, где бы я спрятался на его месте. Когда человек проходит, допустим, прошел, вот так вот трава раз, кверху этим вот светлым, а уже потом след какой-то более точный увидел, уже можешь идти смело по нему. У Владимира Бояршинова огромный боевой опыт. Он прошел обе чеченские кампании. В горах Кавказа ему не раз приходилось искать схроны боевиков и обнаруживать мины-ловушки. Во время Первой войны в 96-м году в одном из боев его буквально прошила автоматная очередь. Две пульки сюда зашли, тут вышли. Одна нога, после ранения, вот ему видно, вторая группа инвалидов. Как все парни, мальчишки, что-то интересное стало. Ну, а когда у нас первая жертва пошла, первая группа, ну, немного все присели сразу. После ранения Владимиру дали вторую группу инвалидности и списали из органов по состоянию здоровья. Но быть инвалидом не входило в его планы. Бояршинов начал заниматься тяжелой атлетикой и через несколько лет стал чемпионом России, а потом и мира по пауэрлифтингу. 270 у меня становит тяга, 235 я присел. Ну, жим у меня очень слабый. Потом у меня хромает. Сейчас я, наверное, 120. Дай бог, тоже. Сейчас Владимиру Бояршинову 50 лет. У него даже внуки есть. Но Бояршинов до сих пор служит. Он признается, в тот день, когда шел по следу Шурмана, вновь испытал боевой азарт. Я почему-то думал, что я украпку не видел. Может быть, не сразу, но потом был уверен. Что сказал спецназовец Бояршинов инкассатору Шурману? Как прошла встреча двух ветеранов? Кто был пособником грабителя? И куда делись несколько миллионов рублей, которых у Шурмана не нашли? Сенсационные подробности ограбления века. Мы докопались до истины. Но Шурмана искала не только милиция. Местные бандиты устроили настоящую охоту на инкассатора. Я их видел, когда шел пешком по Закамску, там есть виват на Ушакова. Я стоял, у них была фотография моя. Понял, что меня ищут не только милиция. И причем я этих ребят знаю. После этого Шурман стал бояться далеко отходить от схронов с деньгами. Он понимал, что мешки надо перепрятать. Но для этого были нужны инструменты. Выходить в город стало опасно. Пришлось окопаться в лесу. У меня на тот момент проблемы были вообще от спичек. Позвонил Левушканову. Левушканов подъехал там рядом. Ну, как бы дорога остановилась в Закамск проходит. Я позвонил, он подъехал. Просил привезти что-то из еды, то есть какой-то инструмент. Инструмент, как он объясняет. Строить землянку, воду не съедаешь, где-то постираться. Сергей Левушканов – односельчанин Александра Шурмана. Договорились о встрече через пять часов. По иронии судьбы, в это время на дороге гаишники устроили засаду. Ловили водителей за превышение скорости. Левушканов, значит, когда подъехал, смотрит сотрудники ДПС в условленном месте. Он понял, побоялся, что действительно сейчас его могут задержать. Ничего, останавливаться не стал и, естественно, уехал. Шурману оставалось только беспомощно наблюдать за всем этим и следствием. Телефон был от ключа, там я не знаю сколько раз. Там нажал, нету, нажал, нету, нажал. Он его просто выключил и выбросил, или не знаю куда. А сколько это раз пришло? Испугался что-то. Шурман затаился в кустах и стал ждать, как вдруг один из гаишников направился в его сторону. Заоткрываю, он на меня идет, значит, по-моему, даже с пистолетом в руке. Он вот так вот идет, а у меня, не знаю, как он меня заметил, видимо, ну, увидел, видит человека, подумал, наверное, мертвый или чего, я вот так наклонился к себе. Я все раз все разбудил. Шурман бежал и понимал, что он остался совсем один, как загнанный свет. Ему казалось, что лес – это единственный его шанс на спасение от преследователей. Когда я уже сидел на этих деньгах, и мне я ревел, я плакал. Мне так же было очень огорячительно за свой банк, почему я вот людей до такого довел, что я вот сейчас вот в этой ситуации сижу на этих деньгах и не знаю, что с ними делать. В это время лес, в котором Дмитрий Худяков указал первый схрон, спецназовцы прочесывали метр за метром. Мы заходили там, вот там, в повороту, где так, вон это место. Это вот водитель показал, то есть вырвали, а здесь какое место оказалось. Он где-то перья закопал, то есть куда-то утащил. Далеко он не мог унести, потому что один, мешки большие. Скорее всего, он больше никого, ну, помощника искать не будет. Книжка опасна. Ну, из этого исходили, как бы ниже спустили и пошли. В это время Шурман находился всего в полукилометре от спецназовцев. Он искал пропитание на местных дачах. Виктория поспела даже. Виктория ел. Захотел пить, там, значит, комаров немерено. Я смотрю, там спуст, такой лоб, думаю, сюда наверняка ручей. Спускаюсь, там нет просто ручья никакого-то, просто трясина, болот и колодец заброшен. Я вниз отпускаюсь, вроде бы попить у меня же не было ни кружки, ничего. Я воду набираю, она у меня обратно вытекает, пока обратно выложил вверх, и вода не идет. Хотя Шурману и на этот раз удалось остаться незамеченным, спецназовцы уже буквально наступали грабителю на пятки. Дошли до сада, Мичуринских садов, и стали проверять каждый домик, каждую яму, каждую бочку. Там тоже результата не было. Затаившись, Шурман наблюдал, как его ищут бойцы СОБРа. Грабитель понимал, что в дачном поселке ему больше оставаться нельзя. Бросился за помощью к знакомым. Средний сын подошел к домофону, ответил, открыл дверь. Сказал, что мама, папа, вас спрашивают, какой-то дядя. Пока мы оделись с мужем, вышли из спальни. Этот дядя стоял уже в нашей квартире, так как средний сын открыл ему и входную дверь. Визит Шурмана очень удивил супругов и Читовкиных. Светлана и Олег до этого виделись с ним один раз в жизни, и никогда не были друзьями его семьи. Я даже квартиру вспомнить не мог, потому что я там... Я был бы всего один раз, когда у них было новоселье. Я не знал даже номер квартиры, приходилось ждать, чтобы внизу открыли домофон, там еще тогда, по-моему, даже не работал. Ты не знал, в каком квартире. Помнил, что где-то при там, высоко? Я задала вопрос, что он хочет. Он сказал, что покушать. Из моих предложенных блюд он выбрал суп. Накормили, выпили. За поздним ужином мужчины выпили водки. Александр Шурман разоткровенничался. Он жаловался на то, что им платят мало, что он устал от такой жизни. Мы ему объясняли, что у всех сейчас такая жизнь, что всем не хватает на жизнь. Олег Ичитовкин – прапорщик милиции. Он заявил Шурману, что сдавать его сам не будет, но рекомендовал явиться в отделение с повинной. Муж сказал ему, что лучше ему сдаться, так как поздно и рано все равно его найдут. Будет только хуже. Так же сказал ему, что если сам не сдашь, там всякое может быть при попытке к бедствию. Ночью Светлану разбудил Шурман. Он попросил об услуге. Сунул мне пачку денег и сказал, чтобы я постирала сферий. На мой вопрос, зачем это нужно, он ответил, что деньги выглядят новыми и имеют запах. Я сделала то, что он просил – постирала сферий. Утро Шурман уехал на такси обратно в Мичуринские сады. Он уже понял, что обречет. Дошел до схрона с деньгами и включил телефон. Тут я как бы сел и стал ждать, набрал телефон. Жены пошли смски, никак они мне не давали дозвониться. Просто летят, не знаю, может, штук сто даже. Ну и стал ждать потом, когда приедут. Через несколько минут оперативники уже знали точное местонахождение Александра Шурмана. Каждый телефон привязан к определенной соте. И когда выходил в эфир Шурман, соответственно, включалась какая-то сота, значит, и показывала, ну, радиус определенный в 5, в 10 километров, значит, где он может находиться. Поэтому, когда несколько раз сработала одна и та же сота, было понятно, что он находится, ну, грубо говоря, в радиусе 10 километров от этой соты. Как и где нашли Александра Шурмана? Кто получил обещанное денежное вознаграждение за поимку грабителя? И какую роль сыграли в преступлении близкие родственники инкассатора? Вся правда об ограблении ВЕКАКА. Через несколько минут. Спецназовец Владимир Бояршинов неминуемо приближался к Шурману. Как охотник к измотанному зверю. Вот я отсюда зашел, здесь вот так вот все, земля. Вот так вот так. И что-то насторожило, я не знаю, что. Почувствовал, что что-то здесь, ну, неестественно. Вот тыкнул, осыпалось. И вижу, ну, как полиэтилен, думал, бутылка. Это пластиковая. Ветка торчит, я стал залазить там. И перца как бы на нее. Распух, она выдернула. А тут срублено. О чем это говорит? Маскировка. Своё лесное убежище Шурман подготовил основательно. Уложив на корень поваленного дерева бревна, тщательно замаскировал их ельником. Вот здесь вот он лежал. Такое отключенное, поздно, такая неудобная. Я подумал, что труп. Вот ребята где-то метров 20 туда пришли. Я крикнул, ребята, сюда. Труп. Вот. Нога мне ора, так скальзывает, я на него встал. Говорит, какой труп? Там типа взмутился. Не труп я вообще. Так, ну, я аж милиция, я хотел сначала кричать, потом понимаешь, что смеяться, смешно, милиция, милиция. Измотанные поисками по буреломам и болотам, бойцы СОБРа искренне обрадовались, что нашли грабителя. Ну, тут я его, знаете, взял за шеврот, за штанины, ну, и так вытащил оттуда. Ребята его приняли. Они его уже увидели в лицо, я-то его видел со спины, они его узнали. Что говорят? Ну, говорят, вот, как-то, ну, обрадовались все, как мы рады тебя видеть. Да, мучения закончились. Комаров уже достаточно накормили. Через полчаса после того, как была сделана эта фотография, Александр Шурман давал признательные показания. К этому моменту следователей интересовал уже только один вопрос. Где деньги? Вы утверждаете, что деньги находятся в этом люке? Да, я вот здесь. Сколько? Мешков. Ну, все здесь. Хорошо, открываем. Все. Открываем. Что, нет? Что, да? Есть что? Нет, еще нет. Куда-то их, в трубу, за словом? Нет, на словом. Вот так вот, у лужи? Вот так, да, вот. Александр Шурман на протяжении шести часов водил оперативную группу за нос. Бродил по лесу и показывал ложные схроты. Я вот с честным намерением хотел денег вернуть, а у меня такой удар. Просто так попили хорошо, что я был. Ну, у меня ведь грыжа позвоночника прилетела пару раз по спине, и когда меня так хорошо отдубасили, я разозлился просто. Я решил, что я им денег не отдам. Вот именно им не отдам. Но к утру Шурман все-таки сдался. И показал место, где припрятал более 200 миллионов рублей. Деньги лежат. Подожди. Лопату надо. Лопату? Ты говори, где? Лопату. Вот, елку поднять, и все. Из первого схрона оперативники достают 210 миллионов рублей. Четыре огромных мешка. Собровцы их с трудом вытаскивают из земли. Как их носил один шурман по лесу, представить сложно. Тима, давай, ты уже сильный? Сейчас, бежим. Сиди, держу. Во втором схроне еще 30 миллионов. Таким образом, оперативникам удается найти почти все похищенные деньги. Мы рыли землю день и ночь. Все, что могли, вот, нашли. Как говорится, 249 нашли из 250. Вы считаете, в самом синеме? Да. Я вам определяю, что вы задержаны. В порядке 991-го, пока я рыб. Вместе подозреваемого в совершении преступления. О чем составляется, что-то помню. Через час Шурмана уже допрашивали в оперативном штабе. В какой-то момент ему протянули телефонную трубку. Он говорит, Герман Греф звонит. Первый вопрос, который прозвучал от Германа Оскара и Чегрефа о том, что зачем я это сделал? Я не убивал, не насиловал. Я это сделал. Потому что я доказал то, что деньги – это не зло, а средство борьбы со злом. Казалось бы, на этом реалити-шоу «Беги, Шурман, беги» закончилось. Преступник пойман, деньги возвращены в банк, а заслуженные награды нашли своих героев. Владимир Бояршинов за поимку грабителя получил обещанное вознаграждение – 300 тысяч рублей. Кстати, 200 из них он потратил на погашение кредита все в том же банке. Как только мы его поймали, он сказал, ребята, меня просто вынудили вот так поступить. У нас у многих очень, скажем, большие затруднения с деньгами. Но никто ведь не идет на большую дорогу. Не вырует, не грабит. Это ему вот как раз сказали. На оставшиеся 100 тысяч рублей Владимир купил тренажеры в спортивный зал своего подразделения. Как бы у нас положено проставляться, что ли. Я так подумал, что деньги пробьют и все. Я решил их вложить туда, это спортзал. Вот этот тренажер, потом силовая рама и трепсанга. Это куплено на часть денег, которые дали мне за поимку Шурмана. Но вот парадокс. Боец СОБРа, майор милиции Владимир Бояршинов так и не стал в сознании людей героем, поймавшим разбойника. Он не нашел понимания даже среди своих близких друзей. Мне друг тут позвонил. Ты что людей сделал? Зачем пара, я пойму. Надо было банк наказать. Ну, мне кажется, у нас вот ему больше соболезнован, чем банку, это точно. Ну, банк, банкиры, то народ грабит. Ну, в смысле, вот эти проценты грабительские и все прочее. Ну, вот взял, допустим, кредит и попал в каблу. Александра Шурмана искали пять дней. За это время он стал настоящей знаменитостью. Казалось бы, простое ограбление. Но оно приобрело неожиданный социальный окрас. В его истории многие нашли что-то свое, такое близкое и понятное. Глупо сделался. 250 миллионов себе забрал и ни копейки не потратил. Парня жаловала, конечно, много дали. Согласен, что много дали. Ну, демонстративно-показательный суд. Что просто люди, как говорят, ну, дура, говорит, мог бы просто-напросто взять и свалить за границу с такими деньгами. С точки зрения грабителя, понять его трудно, потому что так, как бы, непрофессионально отнесся к своим обязанностям. Надо было умнее быть. Для системы, конечно, это антигерой. Это очень большая опасность в поведении Шурмана и его поступок. Для населения, которое сейчас живет за чертой бедности, конечно, это герой, это национальный герой. Он нанес урон системе. Система, которая вот, она гниет, понимаете? И показано вот его поведение о том, что система несовершенна, что она несправедлива. И тут есть о чем задуматься. Если уж у таких людей, как Шурман, служивших системе верой и правдой в течение 15 лет, не выдержали нервы, то чего можно ожидать от остальных? Отношение населения к нему показало, самое главное показало, что Шурман не одинок, что у него будет есть сочувствующий много, и что он будет не одинок в своем поведении, в таком вот преступлении-принципе. Это говорит о том, что надо очень серьезно менять, воспитывать, давать, решать. Понимаете? Иначе это будет действительно эпидемия, серьезнейшая эпидемия. Психолог Людмила Качкаева предлагает даже ввести в психологическую практику понятие синдром Шурмана. Это пограничное состояние человека, который находится на грани нервного срыва из-за финансовых проблем. И в связи с этим способен пойти на преступление. Опасность Шурмана, синдрома Шурмана, заключается в том, что он показал выход из ситуации. Благодаря преступлению, такому преступлению можно решить все свои проблемы. Тем, что его посадили, проблема не решается. Куда же исчезли ненайденные деньги Шурмана? Кто он на самом деле? Злодей или жертва? И что скрывают родственники бывшего инкассатора? Сенсационные подробности дела о 250 миллионах через несколько минут. Сергей Баландин и Валерий Еловиков – те самые инкассаторы, на которых Шурман наставил автомат. Они сразу поплатились за то, что не вступили с грабителем в борьбу. 3 июля после обеда вызвали в отдел кадров, начальника отдела кадров. Попросил расписаться в приказе о моем увольнении по статье за недоверие. Теперь и один, и другой – безработные. С таким штампом в трудовой книжке устроиться на приличную работу невозможно. Валерий Еловиков запросил за интервью тысячу долларов. Получив отказ, тут же ретировался. Пообщаться с нами бесплатно согласился только Сергей Баландин. Приходишь устраиваться на работу и объясняешь ситуацию, что они – ой, у тебя статья, как бы, да. Никому же не хота кадровую картину себе портить, да, чтобы по человеку, наверное, осудить, как бы, да, что какой человек, а не какая у тебя там трудовая книжка. После увольнения Баландина банк повысил процентную ставку по кредиту с 9 до 19 процентов. Без работы остался, и по кредитам процентная ставка увеличилась. Детей-то у меня мало-мала, да? Кто-то детей. У меня трое. Вот. Ну, что, так, вот, как-то так, боремся, живем. Сергей Баландин до сих пор считает, что его уволили незаслуженно. Ведь он не способствовал ограблению, а находился под дулом автомата. Пусть даже этот самый автомат держал его близкий друг. Может быть, и должен был пожертвовать жизнью. Это же губ. Зато статьи бы сейчас не было. Пнижки трудовые. Сергей даже пытался судиться со своим бывшим банком. Требовал восстановить его на работе. Но суд проиграл. То, что происходило после ограбления с другим свидетелем, Светланой Ичитовкиной, иначе, как мистикой, назвать сложно. Когда он появился в нашей квартире, для нас было, там, предвещало нам неприятности. В ее квартире Шурман скрывался одну ночь. Но об этом она в милицию не сообщила. 3 июля за Светланой пришли. 3 числа был день ГАИ. Мы были с мужем, детьми и с друзьями. На природе, вернувшись вечером, нас во дворе поджидали люди, которые поднялись с нами в квартиру. Сделали у нас обыск. Взяли с нас какие-то объяснения. Светлана не стала ничего скрывать и добровольно отдала деньги, которые у нее оставил Шурман. Сама деньги не пересчитывала, когда уже привезли деньги в органы и сдавали. Там было тысячи, миллион триста, сейчас не помню точно, около миллиона четырехсот. Буквально через неделю ее мужа Олега, прапорщика милиции, уволили из органов. Точнее, попросили по собственному желанию. А еще через месяц его убил на охоте родной брат. Николай объяснил, что он перепутал человека с лосем. Я до сих пор в это не верю, так как Николай опытный охотник. В темное время суток они никогда не охотились. И вообще они пошли не на охоту, а поехали за рогами. Я выезжала на место происшествия, Николай стоял у березы на краю дороги. И поэтому даже в темное время суток он мог различить хотя бы силуэт. Николаю за убийство по неосторожности дали 10 месяцев в колонии поселения. Неужели эта трагедия как-то связана с ограблением банка? Вряд ли. Но Светлана Ичитовна считает иначе. Было очень неприятно и страшно. Мы понимали, что будут последствия и для нас тоже. Но неизвестно, кто за ним стоял. Светлана Ичитовкина – единственный свидетель, чьи показания отличаются от слов других людей. Да и от официальной версии следствия тоже. Она настаивает на том, что Шурман шел на ограбление не один. Он говорил, что за ним большие люди. Он не был похож на человека, который несколько дней провел в лесу. И был голоден. Так как он кушал, можно было заметить, что он был довольно-таки сыт. И впечатление не создалось, что он был только в лесу. Но он сам рассказывал, что он ходил в магазины, он выезжал в центр. Никто его не задерживал. Подтвердить ее слова никто не может. Но вот что интересно. И Сергей Баландин, и Валерий Еловиков, и даже сам Александр Шурман наотрез отказываются говорить о том, что происходило на самом деле в инкассаторском броневике в момент ограбления. Я не буду рассказывать все подробности. Мне тоже как бы сейчас со службы безопасности сильно-то солится неохота, мне на кредиты платят. Мне в этом городе еще жить, в моей семье жить, этим людям жить. Что стоит за их молчанием? Какие тайны скрывают фигуранты ограбления века? И какую роль в этой истории сыграла жена Александра Шурмана, Елена? Все подробности через несколько минут. Что скрывают бывшие инкассаторы? Почему не рассказывают правды, что происходило в те роковые минуты в броневике? На этот вопрос, возможно, мы никогда не получим ответа. Так же, как и на многие другие. До сих пор непонятна роль в ограблении жены Александра Шурмана, Елены. Действительно ли она беспрекословно выполняла все, что приказывал ей муж? Или была инициатором преступления? Лидер, серый кардинал была Елена, его жена. Понимаете, на самом деле все преступления человечества совершаются из-за женщины. Везде шершели фамилии. Елена Шурман была идейным. Это однозначно можно сказать. Она могла его остановить. Он считывает и по другим знаком общения с женщиной, что она хотела бы быть достойной другой жизни. И он пытается сделать. После ограбления Елена Шурман изменила внешний вид. Из блондинки она превратилась в брюнетку. Она не общается с прессой и старается избегать людей. Даже на судебное заседание она пришла в капюшоне, из-под которого не было видно лица. Так и простояло несколько часов, в течение которых судья зачитывал приговор. Елену и ее отца Аркадия Салимжанова приговорили к двум годам лишения свободы. Условно. Дмитрию Худякову, который помогал скрыться Шурману с деньгами, как и самому грабителю, дали 8 лет в колонии строгого режима. Почему-то только не расстреляли. Я вообще не считал, что меня расстреляли. Мне важнее, чтобы мои дети знали, что их отец не преступил. У нас недавно даже по телевидению параллель такой провели. Там, где какой-то мост-отряд, там 180 или 190 миллионов украли, ни копейки не сдали, получил 2 года. Шурман сдал все деньги, кроме 1 миллиона, получил 8. Где справедливость? У нас как бы закон и справедливость немножко разные вещи. Но и на этом банк не остановился. Был выдвинут еще один иск. Банкиры хотели, чтобы Шурман выплатил процент за 5 дней использования четверти миллиарда рублей. А это 400 тысяч. Суд удовлетворил и это требование. Я же загрыжу за свою позвоночник, и ничего не предъявлял. Они мне вот, пожалуйста, предъявляют за какие-то деньги. Я тогда давайте так и сделаем, что я верну вам эти деньги, вот эти ваши проценты. Так и отпускайте меня. Александр Шурман совершил преступление. И за это он должен понести наказание. Но в сознании миллионов он не преступник, а простой человек, загнанный в финансовый угол. Человек, который хотел и стал миллионером. Пусть даже на несколько дней. Пропавшие деньги неудачливого грабителя до сих пор многим не дают покоя. Ну вот кто-то здесь ходит, то ли грибы смотрит, то ли не достаю все миллионы еще. По официальной версии, Александр Шурман передал своей жене 10 миллионов рублей. Девять из них она оставила себе. Елена впоследствии их вернула. А один миллион отдала своему отцу, Аркадию Салимжанову. Тот, в свою очередь, куда-то их перепрятал. Но куда, не помнит. Он это все перепрятывал, как из материалов дела следует, в состоянии алкогольного опьянения. И он забыл, куда он, ну, по крайней мере, так вот давал такие показания. То есть забыл, куда он схоронил эти деньги, где закопал их. Как не выпытывали следователи у Аркадия, куда он спрятал деньги, тот так и не смог вспомнить. Пришлось даже применить гипноз. Редкий случай, да, тем более человек хотел сам вспомнить, куда он спрятал этот миллион. Но, очевидно, с радостью настолько напился, что до беспамятства. И когда подходили к этому моменту гипнотизер, просто провал в памяти и действительно не мог вспомнить и отдать. Ну, миллион все еще спрятанный. Слух о том, что где-то в городе зарыт миллион рублей, облетел Пермь молниеносно. Искатели легкой наживы буквально перерыли весь двор дома, где жил Шурман. И даже садовый участок его тестя, Аркадия Салимжанова. Я знаю, что соседи с лопатами-то ходили, и поле-то, где якобы спрятан миллион, перерыли на несколько раз. Кому-то там скопали али огород. Люди в Перми до сих пор продолжают искать. Повезло ли кому-нибудь из них? Если и повезло, то вряд ли счастливчик сообщил об этом в милицию. Скорее всего, пропавший миллион так и останется еще одной тайной самого скандального ограбления в истории современной России. Я потом, может, как-нибудь постараюсь найти этот миллион, придумать, узнать, где он на самом деле. И буду возвращать. Ну не идти же мне воровать, когда я выйду. Субтитры создавал DimaTorzok